Вы упомянули и справедливо о восстановлении до кризисного уровня товарооборота, но в сфере экономики я бы отметил еще одну приятную цифру. За прошлый год российские инвестиции взросли до объема 1,1 миллиарда долларов. Украинские пока растут более струнными темпами, где-то 200 миллионов накопленных, но в целом тенденция на рост. И это очень позитивный фактор, который говорит о том, что мы продолжаем работать в сфере кооперации. Потому что инвестиции – не что иное, как вхождение в экономику не только с деньгами, но и с технологиями, это создание новых производств, это наращивание кооперации. И мне очень приятно отметить, что украинское руководство на самом высоком уровне, на уровне президента, руководства правительства эти тенденции поддерживает. Большое вам спасибо. Вы знаете, что намечено проведение комиссии нашей международной в этом квартале этого года. То есть, скорее всего, это будет в июне месяце. И я Николаю Иоанновичу Азарову буквально сегодня еще раз напомнил о том, что у нас есть кое-какие вопросы, которые мы с вами совместно должны решить по изъятиям, которые где-то снижают наш совместный товарооборот. А вот если мы их уберем, по расчетам наших специалистов, мы в этом году уже можем выйти на 50 миллиардов долларов товарооборота. Я помню, мы когда-то с вами в предыдущие годы радовались, когда товарооборот достиг 30 миллиардов, а это уже 50. И это реальность. То есть, некоторые вопросы, конечно, нам нужны волевым решением, так как мы это делали раньше. Потому что наши экономисты, они все время думают, как бы не проторговаться. Знаете, вот. А если с двух сторон снять вопросы взаимной торговли, они всегда будут правильны и справедливы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!